всем привет с вами я дмитрий фреско и вы смотрите как всегда кулинарную пропаганду пройдусь сегодня по колбасной теме совсем недавно показывал вам тулузские колбаски ссылку на тот выпуск повешу в конце этого видео ну и в описании этого ролика тоже заглядывайте там же размещу а сегодня хочу показать один из рецептов с этими колбасками готовит все довольно быстро минут 20 может 25 от силы займет но это если просто готовить я же со всеми этими перестановками камер света и прочего часа на два на отдел растянулись не на 3 и так уже час убил на то чтобы всю эту аппаратуру подготовить и кухню прибрать еще и сценарный план писал почти час все для того чтобы показать вам рецепт красиво быстро без нудных пауз и бесконечных этих короче поехали естественно нам понадобятся тулузские колбаски как извернуться так чтобы у вас в холодильнике оказались я вам уже показал в предыдущем выпуске смотрите и красное сухое вино все потому что соус у меня сегодня будет на его основе для начала надо разогреть смесь масел сливочного и оливкового ароматного холодного отжима экстра виржин почему потому что именно она при нагревании в смеси со сливочным маслом дает потрясающий аромат залейте в сливочное масло обычным рафинированным и никакого аромата не получите будет только одна сплошная жирнота ну вот все растопилось выкладываю колбаски главное не обжечься аккуратненько и пока они обжариваются я займусь луком чем меньше вырезать тем лучше будет структура соуса насчет экстра виржин не регулярно рассказывают сказки мол на нем нельзя жарить канцерогены да можно в нем жарить просто нагревать надо так чтобы не горел ничего наверное сниму отдельный выпуск в рамках рубрики пищевые фобии один уже вышел если пропустили до размещу ссылку в конце этого видео так а теперь чесноком разберусь пары тройки зубков хватит резать его не буду только раздавлю почему я в одних случаях чеснок не знаю а в других нет колбасу переверну пока о как красиво уже подрумянилась так вот насчет чеснока если готовлю какое-то блюдо какой-то соус то меня волнует не только вкусную текстура выложу уже лук чеснок сюда так вот лук при таком способе обжарки становится мягким и соус собой он не испортит а чеснок надо рубить либо совсем мелко либо класть его целиком с тем чтобы в конце приготовления удалить его из блюда мне для сегодняшнего варианта больше по нраву как раз таки второй способ вторая сторона колбасок тоже уже подрумянилась вытащу их пока на доску мне надо их нарезать кусочками на один укус а в сковороду и сейчас отправляется небольшое количество протертых томатов мне нужно чтобы из них не только лишняя влага выпарилась но они поджарились немного чтобы характерный вкус сырых томатов из них ушел а вот кстати помните булгакова мастера маргариту тот момент когда волну степу лиходеев от похмелья лечит как там прыгающей рукой степа поднес кустам стопку а незнакомец лихо проглотил содержимое своей степа пережевывая кусок икру по моему там икрой закусывал пережевывая кусок сказала а вы что же закусить благодарствуйте я не закусываю никогда ответил незнакомец налил по 2 а я кстати налью вина красного сухого как там дальше открыли кастрюлю а в ней оказались сосиски в томате так вот насчет томатных сосисок или сосисок в томате есть у меня большое подозрение что речь в этом произведении идет либо о таких вот тулузских колбасках винно-томатном соусе либо михаил афанасьевич описывает изобретение послереволюционного общепита упрощенный рецепт мотивом сегодняшнего французского рецепта потому что обычные промышленные сосиски в томатном соусе это скучно и примитивно а если проанализировать произведение булгакова с кулинарной точки зрения сразу становится ясно он был большим гурманом вино почти выкипело добавлю сюда красного острого перца да так вот михаил афанасьевич был гурманом и вряд я бы стал увековечивать какой-нибудь примитив тем более что в этом отрывке степа от вохмелья лечат сам дьявол большой жизнелюб и гедонист соус кстати почти готов самое время заняться пастой у меня вот такие макарошки испанцы эту форму называют фидеус и соль конечно же сразу в чем же отличие тулузских колбасок от обычных сосиск сарделек в том что эти колбаски сырые и приготовлены они из достаточно крупномолотого фарша с большим содержанием жира там до 25 процентов его отправлю кстати их уже в соус так вот такие колбаски могут впитывать соус если разрезать конечно как это сделал я обычные эмульсионные колбасные изделия ну как вареная колбаса или как сосиски сардельки ничего впитать не могут так что в отношении впитывания эти колбаски ведут себя в соусе как в тефтеле кстати давайте его уже выпрямим на вкус сразу же добавлю красного вина уксуса не вздумайте только плюхать сюда столовой все испортите и сахара ложечку наверно для начала почему я насчет сахара и вина уксус уверен да потому что готовил уже с этими томатами они у меня недостаточно сладкий и недостаточно кислые а соус этот за счет вина терпкий но при этом он еще должен быть очень сладким очень кислым и очень острым гораздо более кислым острым гораздо более ярким чем кетчуп например что получается да то что нужно этот соус за счет своей остроты кислоты яркости совершенно однозначно могут быть использованы в качестве антипохмельного средства для степы лиходеева фидеус сварились остается только сервировать и насладиться результатом если вам идея понравилась а то узкие колбаски вы уже съели можно попробовать быстро навертеть тефтелей и жирной свинины и приготовить их в таком вот соусе но колбаски конечно же будут вкуснее вернее сочнее потому что в отличие от фрикаделек но от тефтелей при обжарке сок не теряют снимаю пробу кусочек колбаски просто взрыв вкусовых ощущений сочная яркая острая с кислинкой очень мне нравятся соусы ну вы знаете на канале уже целый плейлист с этими соусами готовьте и наслаждайтесь спасибо за компанию всем пока а